Мне кажется, хочу сказать наш мистер университета 2011. Ну да, в принципе, было бы верно дать ему слово. Давай прямо на сцену, чё я тут один-то кручусь. Демченко Максим, факультет института. Факультет института, институт международного бизнеса и права. Я хочу, во-первых, поблагодарить чудесную публику, которая разогрелась, которая пришла, наверное, на самое массовое событие вообще всего университета, центральное вообще событие. И я благодарен всем, кто сюда пришел и поддержал девушек. Девочки, на самом деле, очень волнуются. Для них это бесценный опыт, который мог бы быть, наверное, стартом для чего-то нового. Давайте сейчас большими-большими аплодисментами, самыми-самыми громкими, какие есть. Давайте поддержим еще раз всех участников, всех организаторов. Конкурс «Мисс Екмо» 2011. Ну, я рассчитывал на более речь такую, слышишь? А, давай, давай, да, конечно. Это наш знаменитый кривляк, а девчонка Максим, я повторюсь. О, давай, я не вижу ваши руки, я передаю вам его жесты. Еще покажи что-нибудь, я буду являться из-за урта переводчиков. О, какой-то волейбольный элемент сейчас пошел. Похоже, Максим времени даром терял, и после «Мистера Итмо» еще занялся какими-то спортивными направлениями. Опять! Вот, знаю, вот у этого человека всегда есть слова, и он сможет как-то сейчас приятно скрасить. Ну да, наверное, сколько это можно приятно скрасить. Владимир Еремин, сейчас он выйдет и что-нибудь будет нам говорить. Да-да-да, вы его помните, он был на нашей импровизации. Да, он всегда очень смущается, так что поддержим его. Я не знаю на самом деле, что говорить. Я просто, у меня была шутка хорошая. Я вот сказал у меня шутку и попросил меня вызвать. Я сказал, что, я подумал, что Максим Демченко заплатил нам денег, чтобы мы в очередной раз напомнили залу о его существовании. И когда Максим сказал «центральное», я подумал, что с его нарядом, скажи «центральная станция». Ну, там обычно Максим зависает. И не спрашивайте, откуда я это знаю. Ну что ж, сколько у нас пальцев осталось? Там еще один палец остался. Так, ну я танцевать не умею. Может, кто-нибудь в зале умеет танцевать и хочет продемонстрировать нам свои необычайные навыки. Вот, вот я знаю, кого мы возьмем. Девушка, сама, сама... А, ну, не танцевать не умею. Минута славы сегодня для девушки, которая сидит в первом ряду. Давайте поддержим ее своими аплодисментами! Ээээ! Вова, если ты его не вызовешь, сам придешь танцевать. Так, я не умею, я по центральной станции специалист. А, расскажите, девушка, вы вот у нас тут самый старый представитель жюри, вот расскажите, как вам вообще конкурс? — Понравился. — Понравился? А за какую участницу болела? — За блондинку. — У нас где была такая участница? — Подождите. — Ксюша. — А, за блондинку какую-то Ксюшу. — Ксюшу. — А этот? — Как его? — Что? — Шляпа с сосисками, да? — Да. — А кто второй приз зрительских, думаешь, кому отдадут? — Не знаю. — Ну подумай. Ну вот, кто ещё понравился? — Кто-нибудь из них, девочка показала пальцем, вот опять на молодого человека в розовом и сказала, вот он получит. — Ну что ж, дорогие друзья, давайте, простите нас за заминку, но, дорогие друзья, общаемся непосредственно с вами. Вот скажите прощальные два слова о конкурсе. — Кто-нибудь, вот, молодой человек в синем. — И тип победит. — И тип заслал денег, всё понятно. — Что ж, девушка? — Ася Дубиновская. — Ася Дубиновская что? — Победит. — Она просто выучила только одно имя — Ася Дубиновская. — Это моя одноклассница, очень хорошая подруга, мы тут в большой компании, с меня парень. — Ну и что там? — Еще одна девочка. — Во, 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 там какая-то девочка в розовом тыкнет на меня пальцем. — Во, вот, вот она, вот, сразу справа. — Справа? — Вот, вот это вот, да. — Да. — Она тыкала на меня пальцем, я видел. — А, погоди, что ты хочешь, чтобы я с ней сделал? — Я не знаю. — Я его боюсь. — Ну ладно, в любом случае, спасибо. — А, вот. — Что, вот? — О, ой. — А ты... — А, он до сих пор футболку снять не может, на моем. — А, может, мылом намажите? — Проскочит. — На самом деле я пришел болеть за жительницу своего этажа. Она представляет мисс Флоист. — Да, у нас была такая номинация, жительница моего этажа. — Ее зовут Полина. — Я прихожу, сам я учусь на факультете ТМТ, я узнаю, что мисс ТМТ также зовут Полина. — Поэтому я болею за двух Полин. — А я думал, ты просто скажешь, я болею вот за свою соседку с лестницы. Хоть ее сейчас и нету, но я передаю ей привет. — Три минуты славы, признание в любви. Я вот-вот, я тебя люблю, детка. — Ну... — У тебя уже из личного, по-моему, пошло? — Нет. Моя специальность — мальчики. — Смотри, детям ты подверди. — Смотри, там два парня тебя как подержали, а? Ты видела, это стою подойду? Вот так! Это нужно, нужно к ним. Чё, вскрылись, да? Конечно, ну... — А чё ты за то, пожалуйста, победил? — А? Да я тебя пропалил! Чё ты такое? Так, ну, ребята, ну... Где? Ну, ребята, ну что вы скажете в своё управдание? Давайте, ну... — Я лучше я! — Вам не надо было бить перед выступлением, друзья. — Я не гейс. — А кто они? Вот почему? — А вы, бляжьей парой? — Да, и почему-то у вас синхронно это было... — Пол! — Такое гробовое молчание, и тут две руки такие... — Две руки... — Ну, что ж... — Ну, четыре, ладно. — Что уже говорили? — О, ещё кто-то там кричит у меня. — Вот молодой человек. — Что... — Это девочка? — Да. Какая-то очень некрасивая. Не кричи на меня. Какая-то очень некрасивая девочка к нам пришла. Мы... Слушай, на следующий раз тебя не пустим на место, уж извини. На этот не получилось, и на следующий тоже. Андрей, сними его крупным планом, пожалуйста. Фотографию потом вырежем и на первом этаже повесим. Ну и на втором повесим, ладно. Ну что ж, вот я пришел в угол и по, что они хотят сказать по поводу выступления, к примеру, своей участницы. Настя Молодец, очень хорошо выступил. Ты это долго запоминал? Ты так... Сейчас, сейчас, сейчас я соберусь с мыслями и скажу это. Настя Молодец, очень хорошо выступил. Ты напоминаешь этого Семена Альтова, знаешь, он монологик похожим, кто не рассказывает. Да ты не други меня. Вот пример... А, ну и все с их вот такие. Понятно, понятно. Ну что ж, дорогие друзья, у нас... Да я не знаю, что нам у нас. У нас все хорошо, все отлично и... Просите девушек... Мне все еще показывают это чудесное время. А они точно это-то... Это один час, друзья мои. Я уже думаю, что и мне кажется, и мне показывают что-то другое. Может, они тебе другой палец стыкают? Вот так обычно другое показывают? Да. Я пойду посмотрю еще раз. Ты всегда несколько раз проверяешь? Ну-ка, палец покажите. А, фу, ты был прав. Да? Я угадал? Это был он самый? Да. Я потом тебе покажу сегодня вечером. Мне кажется, это... А, я думал, сейчас тебе два парня сделают так. Нет. Мне кажется, мы вышли из рамки из-за того, что вот так вот потом трассы вырезают из эфира, когда монтируют. Но в нашем случае это не сработает. Ну да. Ну что-нибудь еще скажи. Ну не знаю, как дела-то у тебя вообще. Говорят, сегодня в конкурсе участвовал в Мисс Университете. Ну, не как участник, а как один из... Да ты что, ты не поверишь. Там опять человек осчислили, вот так вот сразу. Там после слопу... Своей легкой подачи? Да, я на... Ну там, после слов уборщица, раз... Раз человек вылетел. К сожалению, у нас не было звуков выстрелов, а так бы бам! Знаешь? А я-то думаю, там сквозняк начался, а похоже окно открыло и там сразу... Да-да-да-да. Выстрел бам, и участница падает, знаешь, сразу типа... Я хочу сказать, что это был и... Ну да. Ну у нас раньше обычно мутировали микрофон на эту тему, а сейчас похоже все более кардинально. Ну и медикан факультета кричит, нет! Не надо в эфир этого! Нет, она в это время заявление так подписывала. Да-да-да. Такой, ну все! И заявочку.